всем привет сегодня мы будем работать с легендарным ямаха электон 55 кабинетный орган от ямаха аналоговый начала восьмидесятых небольшой в общем то даже маленький да удаленький вот и мы сегодня пытаемся решить одну проблему поскольку мы с несколькими такими органами встречались именно такой модели и хорошо понимаем как они звучать то конкретно вот у этого экземпляра мы услышали такие некие особенности которые в общем то тому кто не знает как это должно звучать могли бы это скажем в уши и не броситься как говорят да в глаза броситься у нас здесь данном случае случае в уши бросилась эта особенность вот но мы иначе ты сейчас включим и послушаем не не знаю можно ли будет ее уловить здесь на этот микрофон вот вот на запись то она точно бы слышно вот сейчас будем бы разбираться и идея в общем то в том чтобы с донорского экземпляра поставить главную плату значит вот она у нас приготовлена мы и распакуем и попробуем заменить так скажем сердце то есть где у нас где у нас генераторы где у нас основные фильтры вот здесь вообще в этом именно инструменте можно так сказать что здесь две главных платы но одна из них все-таки самое главное 2 вот здесь находится на ней больше как бы коммутация но некоторые фильтры тоже расположены вот центральная она там внутри сейчас мы все разберем и и значит будем менять но сначала послушаем в чем проблема собственно в чем проблема тут есть разные ритмы вот такие даже очень забавные к ним можно присоединять аккомпанемент и так далее но сейчас не об этом вот если мы включим сейчас вальс где у нас в основном вот эта вот тарелка звонкая такая то мы услышим что она ну как будто треснутая что ли или что-то такое так она вот как бы раздваивается разрезонирует как как щипа какая-то такая треснутая да вот поэтому если мы противно так вот какое-то полено треснутое стукнем чем будет вот так вот можно можно подумать что я придираюсь но на самом деле это точно не исправность его специально значит сейчас мы на соседнем инструменте что сделали да нечто похожее сейчас мы включим так очень работает а вот вот то есть все четко нормально тут не надо смотреть что он бы мощнее эти вот блок этот значит перкуссии он звучать должен примерно одинаково то здесь вот так еще раз а если здесь включить вот это косяк явный причем косяк какой-то хитрый так скажем аналоговый вот и с ним мы попробуем бороться а еще здесь сильноватый значит фон шумовой идет вот я сейчас на максимум самый сделал громкости педалью и вот этим регулятором не знаю будет слышно нет вот я к самому динамику поднесу к самому динамику подносил в принципе производитель если открыть любую инструкцию от этих органов вообще от любых этой серии они пишут что такое может случаться вот это может зависеть от радиоэлектронной обстановки вокруг вот пробуйте отключать разные приборы если это не влияет то уже надо как бы разбираться дальше но опять же мы здесь вот именно в этих условиях разные как бы образцы тестировали и не было у нас раньше такого вот возможно эти дефекты или так скажем даже не совсем дефекты особенности они связаны в принципе мы может быть даже не выносили бы это в класс дефектов но все таки хотелось бы иметь так скажем идеальный инструмент потому что корпус этого образца он просто в идеальном состоянии я даже не знаю как можно было так его сохранить вот мы может быть потом как бы отдельно сделаем ему фото и звуковую сессию именно эту но вот сначала попробуем значит разобраться с этим дефектом особенностью ну вот так выглядит это сокровище которое мы сейчас будем туда значит вставлять менять вот здесь тон генератор учредитель скажем ритмов и автоакомпанемента фильтры ритмов вот то есть это fm синтез так это называется здесь несмотря на то что микросхемы используются вот так скажем способ синтеза звука все равно остается аналоговым вот например здесь есть подстройка вот вот собственно наше подозрение о том что именно эта деталь влияет на то о чем мы сейчас вот до этого говорили вот они в общем то небе небезосновательными наткнулись к счастью на документацию сервисную по именно этой линейке органов там очень хорошо все расписано есть принципиальная схема вот вот есть все схемы электрические вот и поизучав все это дело вот вот пришли к выводу что первым делом надо попробовать вот эту деталь заменить но менять ее будет не очень сложно она вот там вот по центру установлена сейчас выдвинем откроем верхнюю крышку возможно что больше ничего и не потребуется значит здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь разъемов если я ничего не пропустил вот переставим разъемы и посмотрим это винты которые мы довентили они точно не родные мы точно знаем как выглядят родные на таких моделях открываем крышку оп смотрим что здесь происходит так да нужная плата находится вот под этим кожухом сейчас мы будем это все освобождать а это вот вторая плата она сюда дальше продолжается вот на ней мы тоже видим здесь upper presets rhythmic wah тоже есть фильтр pk это pedal keyboard я думаю да вот upper keyboard фильтр но проблема не в регистров звуках а в звуках ритма а это было на другой плате плюс еще раз говорю анализ принципиальной схемы тоже указывает на то что проблема там тут еще мы сделали некоторые тесты вот в частности вот с этими переключателями внимательно послушали что там происходит вот с той шумовой нагрузкой лишней и опять же все указало на центральную плату вот дает добираться 4 самореза от вентили и от кожуха важно что здесь вот на северо-восточном саморезе здесь была так масса сверху не забудем ее назад поставить отвертку убираем чтобы аккуратно вынимать еще значит освободили мануал его поднимаем и снимаем кожух так вот освобожден предполагаемый виновник происшествия разъемов тут на самом деле не 8 как мы насчитали 10 проводам видно еще вот этот мы не посчитали еще там вот этот сейчас аккуратно начинаем освобождать они все на защелках так что-то я отсоединил другое неудобно подцеплять но это мы сейчас решим но я заметил отличия между этими платами вот эта вот деталь в форме бублика ее нет вот здесь на этом месте сейчас мы будем разбираться когда возьмем плату в руки положим рядом и попробуем сравнить но пока пока новости такие довольно неожиданные так мы все отсоединили 4 самореза вывентили тут вот такие стоят неудобные пластмассовые бочонки потом придется в них попадать вот значит вот у нас в руках плата сейчас понесем ее сравнивать и изучать ну разъемы все такие судя по всему вот с чем может быть связано отличие этот орган выпускался очень большими сериями то есть номер вот этого серийный 10192 так сейчас наверх кладем нету а откуда мы взяли эту плату а донорская плата взята с 37 503 а 55 сейчас сравним еще бывает а 55 м сейчас мы глянем на тот орган вдруг он м да нет он просто 55 сейчас так ну до таблички на испытуемом органе там добраться сейчас сложно неохота все закрывать но он точно был просто 55 вот вот лежат две значит этих плата и я тщательно проверил разъемы все совпадают индексы у разъемов совпадают вот например c7 c6 c5 c7 c5 вот причем где вот к сожалению такая значит в виде бублика радиодеталь я в общем то не радиоэлектронщик к сожалению не знаю как она называется и что это здесь на этом месте просто круг нарисован и там свободные контакты вот было бы конечно любопытно потом понять что это вот значит тут написано 55DM можно было бы подумать что это модель но нет мы знаем что это не модель потому что еще написано здесь вот это наверное диджитал модуль какой-нибудь и здесь тоже написано но их здесь больше номеров в общем я думаю эксперимент будет интересным сейчас мы будем устанавливать другую плату донорскую донорская плата очень четко встала в отверстия насверленные тут в деревяхе в этой нижней можно обратить внимание что даже вот эти вот скрутки для закрепления проводов они на тех же точных местах в этих же углах платы по крайней мере раз и два сейчас подключим разъемы и попробуем включить так пять штук слева я подключил все подходит очень хорошо то есть фишки разъемные те же осталось вот два шлейфа и вот здесь еще раз два три разъема ну и будет волнительный момент будем пробовать включать пока не закрепляю ничего просто наживляю так ну вот у нас все подключено подключилась хорошо вообще на удивление хорошо работают фишки ничего в руках не не рассыпается эластичный по-прежнему пластик хотя это приблизительно восемьдесят первый восемьдесят второй год может быть восьмидесятый сейчас пока дальнейший нофет не наводим с волнением включаем и слушаем что получилось ну что ж результат очень удивительный мы слышим как работает наш значит ритм вальса и сейчас погромче сделаем и теперь мы слышим мы слышим нормальный абсолютно звук тарелки и это очень хорошо мы потом потестируем его дополнительно вот но значит останавливая автоаккомпанемент и делая полную громкость мы слышим слышим фон который нам не нравился в прошлый раз вот он достаточно явный причем я бы сказал что к нему добавилась еще какая-то нотная составляющая то есть мы можем это дополнительно поисследовать значит вот например мы убрали регистры и слышим на самом деле что фон зависит от регистров причем сильнее чем вот в варианте с исходной платой вот это наводит на разные мысли вот смотрите как меняется ого то есть от этой платы тоже зависит очень интересный результат такое могло быть но казалось все-таки что это какая-то одна неисправность именно вот в этом блоке поэтому следующий раз нам придется заменить и эту плату но тогда получится что мы фактически просто весь орган в общем то перенесли в этот корпус потому что дальше как бы усилитель ну и вот этот блок управления там еще внизу кое-что есть но вообще результат очень интересный вот вот но здесь нам придется снять вот это все вот вот на этом регистре основная проблема вот это мы все снимем заменим такую плату она у нас тоже есть и я думаю результат будет уже окончательной то есть в этом идеальном корпусе мы будем иметь орган электон а 55 из всех нативных комплектующих я рад что он в принципе включился вот с этой значит платой я рад что это повлияло на явно повлияло на звук перкуссии и мы это и мы это абсолютно явственно услышали мы знаем теперь вот значит что в данном случае собака порылась именно вот в этой платье что касается перкуссии может быть между ними есть еще какое-то несоответствие сложно сказать может быть есть несоответствие потому что мне кажется как-то посильнее стало значит фонить вот но мы на этом не остановимся да просто сменим вот эту плату и все будет хорошо а эти комплектующие тогда у нас будут использованы для другого экспериментального проекта вот над которым мы сейчас работаем в в в в з в в Продолжение следует...